Привет всем дорогие друзья, я сегодня решил вернуться к идее видеоблогинга, но подойти к нему немножко по-другому, и теперь мои видео будут выходить немножко в другом формате, чем раньше, в каком мы сейчас его увидите, вы увидите уже у себя на экранах сами. Поговорить сегодня мне бы хотелось про ситуацию вокруг рутрекера, это, если кто не знает, крупнейший торрент в России и странах СНГ, это крупнейшее хранилище всех редких файлов, фильмов, книг, музыки и так далее, и этот ресурс хотят закрыть. Внесено, вынесено постановление о решении суда, о заседании, о системном заседании, приметом которого будет пожизненная блокировка этого ресурса в России. Один в том, что сам рутрекер находится вне юрисдикции нашей страны, но запретить доступ к нему могут у нас совершенно спокоен. Дело в том, что на первый взгляд, все достаточно правильно, потому что сам проект является нелегальным, контент распространяют тоже нелегально, и понятное дело, что компании-производители, владельцы наторских прав, они несут убытки, когда их контент бесплатно получают другие люди. И в этом плане, тут все действительно оправдано. Но, дело в том, что во-первых, я не видел ни одного более лояльного к правообладателю ресурса, потому что каждый желающий может написать туда жалобу и просьбу закрыть раздачу с его контентом, и она будет закрыта. Свидетельством того является отсутствие на этом ресурсе всех новых игр, всех новых фильмов, ну, фильмов не знаю, а игры точно не появляются, некоторые программы не появляются и так далее. Ну, как ни странно, иск о блокировке подали издательство Exmo. Это книжное издательство, которое объектом судебного рассмотрения считает тот контент, тех книг, которые купить нигде нельзя сейчас. И, фактически, торрент, рултрекеры, он является единственным источником для получения доступа к этому контенту. Тогда как другие книги, если они действительно наносят ущерб издательству, я уверен, могут быть закрыты. То есть, речь идет о, фактически, об использовании прецедента для того, чтобы ограничить нашу с вами свободу. Свободу доступа к информации, свободу распространения информации и так далее. А дело в том, что совсем недавно, также, если вы не знаете, был заблокирован паблик МДК. Об этом говорят много, поэтому я не видел смысла самому повторять это. Хочу сказать только то, что рултрекер, он, по своей сути, несет гораздо больше пользы, чем МДК. Это безусловно, но государством он уравнивается, уравнивается, ставится на один уровень с этим пабликом. Почему? Потому что, фактически, нам ограничивают доступ к свободам, которые у нас прописаны в Конституции. Есть еще один немаловажный момент, о котором хочется сказать. Дело в том, что те, кто становятся на защиту подобной позиции, касающейся закрытия торрендов, они говорят, что, мол, типа, вот в развитых странах, там, они тоже находятся под запретом. Дело в том, что европейские страны не сопоставимы с нашей по, собственно говоря, уровню жизни. И обеспечение, социальная поддержка, там, гораздо выше, лучше. И потому человек может позволить себе приобрести что-то на свои деньги из легального контента. Вот, вы знаете, я думаю, любой человек, который захочет, который интересуется чем-то, например, фильм или игра, он действительно хочет в это поиграть, хочет посмотреть, он купит. Просто потому, что купить более надежно, более быстрее и, в общем, комфортнее и проще, чем, скажем, какую-то программу, настраивать ее и так далее. То есть, люди не от хорошей жизни делают подобные вещи. Но, если делают, значит, так им диктует нужда. Потому что, ну, если бы нужды не было, то, думается, мне хорошие книги любите, предпочитали бы иметь у себя в электронном виде, но купленные, естественно. Тут ведь есть еще такая загвоздка, что перевод, который осуществляется, ведь, понятное дело, что издательства издают книги не только отечественного производителя, они издают книги и зарубежных писателей тоже. Так вот, перевод этих книг, он, как правило, настолько сильно хромает, что сами представители издательства приносят свои извинения и говорят, что вот мы сделаем переиздание, мы перевыпустим книги. И вы только пора представьте себе, что выходит книга, которую вы хотите купить, да? Вы ее покупаете и понимаете, что перевода там никакой. И через некоторое время вам предлагают купить эту же книгу заново. Еще раз, якобы обновленный вариант. Ведь никто не предлагает вам там бесплатные или что-то еще. Нет, никто не предлагает. И такая политика издательства к своим покупателям, к свидетелям литературы, особенно в наше время, когда люди все меньше и меньше считают, она ужасна. И поддерживать ее, мне кажется, не стоит. Ага, торрент, по крайней мере, рутрекер, он ценен именно благодаря тому, что там редкий контент хранится. Потому что самый новый контент, самый новый материал можно найти где угодно. Рутрекер – это не то место, на которое стоит идти, если вы хотите идти много со временем. Рутрекер – это то место, где находятся старые, редкие, раритетные произведения искусства. И если его закроют, то мы потеряем к этому доступ. У нас не будет возможности наслаждаться этим, потому что DVD рипы, которые там находятся, экземпляры книг и прочее в физическом виде, в другом каком-нибудь виде практически не найти. Очень много VHS рипов, очень много вообще не выходящих официально в России каких-то изданий, фильмов и так далее. И все это может для нас прекратиться, все это может для нас уйти. Потому что, конечно, блокировку можно обойти, да, блокировка обходится, но человек для этого должен сделать ряд манипуляций, которые достаточно далеки от базового уровня знаний и компьютеров. И снижение количества посещений форума и снижение количества хорошо седируемых раздач неминуемо. Отдельно хочется подчеркнуть тот факт, что за последнее время действия нашего правительства направлено сугубо на ограничение доступа в интернет. Нашу страну уже перевели в разряд несвободного интернета. Что, в принципе, само по себе является достаточно правильным. Потому что ограничения к взрослым материалам, которые последние стоят везде, где только можно и нельзя, например, это все правильно. Борьба с пиратством тоже, в принципе, правильно. Хочется верить, что это пойдет на пользу нашей музыкальной сцене, пойдет на пользу, там, допустим, кинопроизводства, пойдет на пользу литературы и прочее. Но пойдет ли, если издательство, если музыканты будут относиться к потребителям, к потенциальной аудитории таким образом, как относятся истцы блокировки рот-рекора, то очень скоро мы просто-напросто останем перед выбором. Либо нам отдавать свои просто последние, вот прям последние деньги на то, чтобы купить книгу, при этом может даже придется экономить на жизненно важных там продуктах и так далее, с учетом того, как обстоят дела с экономикой. Либо просто оставаться ничем и смотреть, собственно говоря, телевизор и читать только книги старые, при этом мы фактически, опять-таки, останемся лишенным выбором. И в этом, во всем, приглядывается четкая политика по свяжению кругозора нашего народа. Правительство целиненаправленно пытается все больше и больше ограничивать нас, чтобы мы следовали за той идеологией, которую она толкает, за теми мыслями, которые она нам проповедует. Ведь достаточно просто посмотреть, какие у нас популярны сериалы, какие у нас популярны фильмы. Например, вот, ну, об этом мы поговорим чуть-чуть в другой раз, но просто хочется сказать, что во всем этом прослеживается своя связь, во всем это прослеживается логическая последовательность. И это страшно. Страшно, что, во-первых, наши люди поддерживают это правительство. Страшно, что никто не пишет петиции против закрытия Рутрекера. Никто не реально защищает их. Ведь, по сути, они, это только начало. Это только начало. В общем, в итоге, я хотел сказать, что то, что закрывает Рутрекер, само по себе, событие достаточно знаково. Понятно, что борьба с интернетом свободным началась раньше, но сейчас, мне кажется, это стало приобретать откровенные, наглые, произвольные, мотивы. Терпеть это нельзя. А спускать с рук это тоже нельзя. Если вам важны ваши права, если вы хотите жить в той стране, в которой вы живете, если вы хотите соответствовать цивилизованной нации, если вы считаете, что те положения, которые записаны в Конституции, они действительно важны и чего-то стоят, не останьтесь равнодушными, а сделайте что-нибудь. Подпишите петицию, составите петицию, проголосуйте на сайте Рутрекера за то, чтобы обходить защиту. Сделайте что-нибудь. Не оставляйте это без внимания. И в следующий раз, когда пойдете голосовать, за нас же правительство. Подумайте, за кого вы голосуете. Потому что сейчас, в современном мире, есть нестабильность. Эта нестабильность, она проявляется во всем. В экономике, в жизни, в будущем. И мне бы хотелось, чтобы мой ребенок, чтобы я своему ребенку мог дать посмотреть те мультики, которые стали для меня знаком. Не те, что крутят по телевизору, а те, что действительно несут какую-то смысл, несут какую-то душу. Понятно, что эти мультфильмы, вы не будете хранить у себя на компьютере, хотя бы просто потому, что это не совсем практично, это нестабильно. Для мультиков, в мультике все-таки не такой важный контент, но мультики, фильмы, все эти золотые коллекции, коллекции, все это может уйти, если Рутрекер закроют. И останется только то, что выгодно давать нам, нашему правилку. Давайте попробуем все вместе, сами защищать свои права. И начнем мы с того, что за нас уже делали другие люди. Ведь администрация Рутрекера, она на протяжении стольких лет обеспечивала нас самым разнообразным, самым интересным, редким, уникальным контентом. Давайте и им сейчас поможем как-нибудь. Просто словом, просто делом. Просто ведь много не надо, много не надо. Другие люди просят скидывать им деньги. А мы просто возьмем и проголосуем за то, чтобы обходить защиту и что-то придумывать. Вот я сегодня уже вчера был на сайте, там проводилось голосование. Кто за то, чтобы смириться и выполнить требования ИСОВ, а кто за то, чтобы не смиряться и, собственно говоря, продолжать поддерживать запрещенные раздачи, но при этом настроить оплатные пути. И семь тысяч человек, примерно половина проголосовавших проголосовала за то, чтобы смириться. Вот это люди, которые просто они, ну, фактически полностью подчинились правительству. Они перестали защищать свои права. Это люди, которые безвольные, бесхарактерные. Они пойдут за вождем, как когда-то шли за вождем. Советские люди, как сейчас идут за вождем северные корейцы. И это страшно. Но мы можем не позволить, во-первых, этим людям возобладать над нами. И мы можем сделать так, чтобы благодаря сохранению уникального контента наши дети были людьми самоосознанными и способными самостоятельно принимать решения. Всем спасибо за внимание. Ролики еще будут, я надеюсь. Так что до новых встреч.